Я всех приветствую и вы на канале InvestKing. И сегодня у нас вторая часть выпуска рубрики акции роста и дивидендов. Я вижу, что вам понравился первый выпуск, поэтому встречайте вторую часть. Но чтобы вышла третья часть акций рост плюс дивиденды, обязательно наберите под этим роликом 30 лайков. И тогда я сразу же начну делать третью часть. Ну что ж, и желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита тем, кто кушает. Ну а мы начинаем. Ну и первой акцией на сегодня будет компания Skyworks Solutions, тикер SWKS. Это американская высокотехнологическая компания, которая производит аналоговые проводники, также предлагает своим клиентам аналоговую продукцию для поддержания широкодепозонной инфраструктуры и инфраструктуры сотовой связи, энергетического менеджмента устройства для промышленной, военной и сотовой связи. Наступает эра 5G и компания очень хорошо к ним подготовлена. Китай уже переходит на 5G и в скором времени это будет делать и весь мир. И покупать оборудование они будут как раз таки у подобных компаний, как Skyworks Solutions. Компания находится на передовых позициях в разработке инновационных проектов, которые кардинально изменят жизнь человека. Самым главным проектом является IoT, который становится следующим революционным скачком развития технологий во всем мире. IoT или же интернет вещей. Это сеть связанных через интернет объектов, способных собирать данные и обмениваться данными, поступающими со встроенных сервисов. Объектами может быть все что угодно, автомобиль, утюг, плита, комфорка и так далее. Все эти вещи и приборы будут как бы общаться друг с другом, без участия человека при помощи передаваемых данных. Человек будет лишь определять цель, а не задавать программу по достижению этой цели. Также планируется, что система сама будет анализировать данные и предугадывать желания человека. Например, едете вы с работы домой, уставший и голодный. В это время автомобиль уже сообщил дому, что через полчаса привезет вас. Включается свет, настраивается комфортная температура, робот-пылесос сделает влажную уборку полов, в духовке готовится ужин, вы зашли домой, включился телевизор с вашим любимым сериалом или фильмом, ужин готов, добро пожаловать домой. Пока что это, конечно же, только разработки. Но если компания сможет это осуществить полноценно, то она станет одной из крупнейших IT-компаний в будущие годы. Капитализация компании составляет 31,5 миллиарда долларов, что, по моему мнению, очень отличная капитализация, потому что компания не является слишком большой, чтобы ей было, ну, очень трудно сделать масштабирование, то есть ей будет намного легче сделать x2, x3, чем, допустим, того же Microsoft или Apple. И компания также не является слишком маленькой, чтобы это было опасно для ее финансового положения, и она не была слишком волатильной. Если мы посмотрим на доходы компании, с 2009 года мы можем увидеть довольно-таки существенный рост как выручки компании, так и ее чистой прибыли. И лишь в 2019 году и в 2020 мы видим небольшое снижение и стагнацию доходов. Но я думаю, это все временно. А что касаемо свободного денежного потока, то у компании с ним также нету проблем. И в целом компания активно наращивает свободный денежный поток. А и это нас, конечно же, радует, как инвесторов. Что касаемо долгов, у компании их практически нет. Кэшем на счету компания полностью покрывает свои долги. Поэтому на долги даже нет смысла смотреть. Дальше мы можем перейти к показателям маржинальности. Они очень существенные. Чистая маржинальность составляет 26, ну, почти 27%. Показатели ROA и ROA, которые показывают, насколько выгодно вкладывается капитал и активы компании, составляют 25 и 20%, соответственно. У компании просто отличная маржинальность. В среднем она выше индустрии в несколько раз. И теперь мы можем посмотреть на показатели стоимости. Здесь, конечно же, не все так гладко, но, в принципе, и не критично, если сравнивать с такими компаниями, как Apple, Nvidia, AMD и так далее. PNE компании равняется 30. То есть компания окупает свою капитализацию своей чистой прибылью за 30 лет. А это значит, что, в принципе, для ростового актива компания не стоит так уж дорого. Я бы сказал, если брать среднюю по акциям роста, она даже недооценена. Форвардный или же прогнозный PNE составляет и того меньше, то есть она составляет 21, что является для такой компании очень даже недооцененным. Теперь давайте поговорим о дивидендах. У компании по текущей цене довольно-таки скромные дивиденды. А составляют они 1% на вложенный капитал. Но при этом payout ratio, или же сколько компания тратит на дивиденды от своей чистой прибыли, составляет лишь 19%. А растут дивиденды последние 5 лет на 20% в год. Поэтому эти дивиденды активно увеличиваются. И в целом, я думаю, что дивидендная доходность, если вы купите акцию сейчас, то с учета роста дивидендов в будущем, через 5-10 лет доходность составит 3-4% на вложенный капитал. Ну и конечно же, так как это компания Рост плюс дивиденды, я должен сказать о росте компании. Он у нее очень существенный. За последние 10 лет компания выросла на секундочку на 412%, что конечно же обгоняет индекс, даже без учета дивидендов. Открывать позицию в этом активе я бы стал с уровня 185-180 долларов за акцию. Идеальной точкой входа вижу уровень 155-165 долларов за одну акцию. При таких уровнях активно буду набирать позицию в этой компании. Второй компанией в нашем выпуске будет компания Accenture, тикер ACN. Кстати, у нас уже на канале был обзор этой компании, поэтому можете перейти по ссылочке либо в описании, либо в подсказочках и посмотреть этот обзор. Там я рассказывал подробно об этой компании, и поэтому я думаю вам понравится. Ну а сейчас кратко. Accenture это консалтинговая компания, оказывающая услуги организациям по консультированию в сфере стратегического планирования, оптимизации и организации аутсорсинга бизнес-процессов, управления взаимоотношениями с клиентами, управления логистическими процессами, управления персоналом, внедрения информационных технологий и так далее. Если смотреть финансовые потоки компании Accenture, то мы можем увидеть, что у нее наблюдается очень стабильный и планомерный рост доходов, что, конечно же, нас очень радует. Компания год за годом повышает как чистую прибыль, так и свою выручку. Также растет и свободный денежный поток. С ним у компании вообще нет никаких проблем. А что касаемо долгов, у компании их практически нету. Долги спокойно покрывает кэш на счету компании. Тот же показатель Interest Coverage, который показывает, насколько компания способна обслуживать свои проценты по кредитам, составляет 182. То есть нужна лишь одна 182 от чистой прибыли компании, чтобы оплатить проценты по кредитам. Ну, что, конечно же, является супербезопасным уровнем. Что касаемо маржинальности бизнеса, то она тоже на неплохом уровне. Чистая маржинальность составляет 11,5%. Показатели ROA и ROA, которые показывают, насколько прибыльно вкладывается капитал и активы компании, составляют 32,14%. Соответственно, компания платит неплохие дивиденды для акций роста и дивидендов, а именно 1,4% на вложенный капитал. И растут эти дивиденды последние 5 лет на 10%. Что я считаю, очень даже неплохой рост при payout ratio, или же сколько компания тратит на дивиденды, 42%. Что я считаю, вполне безопасный уровень. Но, конечно же, надо сказать, насколько компания выросла за последние годы. За последние 10 лет компания выросла на отличные 380%, что очень хорошо. Что касаемо показателей стоимости, то здесь у компании не все так гладко. P на E нашей компании равняется 31. Но если говорить о показателях P на S, P на B, компания не видится недооцененной. Поэтому я бы не рискнул брать ее по текущим ценам, даже несмотря на ее вроде как стабильный и неплохой рост доходов. Потому что компания не такая уж и маленькая сейчас, а капитализация ее составляет на секундочку уже 168 миллиардов долларов. Масштабироваться ей в ее сегменте, то есть консалтинга, будет не так уж и просто. Поэтому такой высокий P на E мне бы не хотелось видеть у компании. Поэтому, по моему мнению, открывать позицию в этой компании я бы стал, ну, где-то на уровне 230-235 долларов за одну акцию. По текущим ценам она, мне кажется, ну, слишком дорогой и цены кусаются. Ну, а идеальной точкой входа мне видится уровень 210-220 долларов за одну акцию. Ну и последним активом для сегодняшнего выпуска я подобрал всем нам хорошо известную компанию Microsoft – Tiger MSFT. Я думаю, большинство знает, чем занимается эта компания. И, возможно, даже многие имеют ее в портфеле. Но для тех, кто, возможно, не в курсе, давайте кратко расскажу об этой компании. Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего. Разработчик наиболее широко распространенный на данный момент в мире программной платформы системы Windows, разработчик пакетов Microsoft Office и многое другое. Компании, естественно, очень огромные. Капитализация ее составляет 1,8 триллиона долларов. Это просто неприятный размер для компании. Несмотря на такие огромные размеры, компания продолжает наращивать как выручку, так и чистую прибыль. И причем очень существенные темпами. Доходы компании растут очень сильно. Также наблюдается рост свободного денежного потока. У компании нет проблем с долгами, долги спокойно покрываются кэшем на счету компании. И показатель Interest Coverage, который показывает, насколько компании в состоянии платить по процентам по их обязательствам, составляет 25, что я считаю довольно безопасный уровень. Касаемо маржинальности бизнеса, то она просто поражает. Чистая маржинальность компании Microsoft составляет 33%. Показатели ROA и ROA, которые показывают, насколько компания эффективно использует свой капитал и активы, составляет 43% и 17% соответственно. Просто невероятные показатели. Что касаемо показателей стоимости, показатель P на E равняется 36, что конечно же не является недооцененным. Но это не сильно выше индустрии. По индустрии средний показатель P на E равняется 32. Но с учетом такого невероятного роста доходов, компания, я думаю, этот показатель уже через пару лет придет в норму, даже если покупать по текущим ценам. Лично для меня компания Microsoft является единственной компанией из таких вот крупных IT-компаний, как Apple, Google, Amazon, Facebook и, ну, собственно, Microsoft, которую я держу в своем портфеле и мог бы посоветовать любому инвестору. Также, конечно же, у компании есть и дивидендная доходность. Хоть она и небольшая, но довольно-таки быстро растет. Сейчас дивидендная доходность чуть не дотягивает до 1%. На вложенный капитал при payout ratio или же сколько компания тратит на дивиденды от прибыли 30%. Дивиденды растут вот уже как 17 лет подряд. И средний рост дивидендов за последние 5 лет составил неплохие 10% в год. Но, несмотря на все, эта компания выглядит по текущим ценам немножко дороговато. И идеальной точкой входа я бы назвал уровень 200-220 долларов за одну акцию. Каждый раз, когда цена будет спускаться в этот диапазон, я буду стараться докупать данную компанию. Но я должен был сказать, что рост за последние 10 лет компании составил космически 800%. Это, конечно же, что-то с чем-то. Но стоит сделать одно очень важное замечание. Такого же бурного и сильного роста ждать в будущем не стоит. Так как компания и так уже очень огромная. И такую доходность она вряд ли покажет. Но она может показывать в будущем довольно неплохую доходность. Порядка 15-25% ежегодно. Но не по 80%, которые она показывала последние 10 лет. Это, конечно же, просто космические проценты. Поэтому слишком большая капитализация, я думаю, будет мешаться ей прям сильно-сильно масштабироваться. Это ее главный минус. А так, бизнес этой компании я назову очень-очень даже классным. И ее бизнес-модель одна из самых лучших среди всей бизнес-экосистемы. Ну что ж, и на этом наш выпуск подходит к концу. Но обязательно напишите в комментариях, какие акции вы больше любите. Акции роста или же дивиденды. Надежные, стабильные компании. Или же вы любите акции роста и дивиденды. Мне будет интересно прочитать ваши комментарии. И желательно написать, почему. Это будет вдвойне классно. Ну что ж, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. И вы оставите комментарий и лайк. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был я, Лексус. И канал Инвестки. До новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова